Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «Республика». Об основных событиях выходных и понедельника вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. О подготовке к Новому году говорили сегодня на традиционном совещании главы Чувашии с правительством республики. Оставшаяся неделя – особое время для властей, служб жизнеобеспечения, силовых структур, социально-культурных работников. Чем занять народ в течение рождественских каникул, как обеспечить безопасный отдых – тема для плодотворной работы. Новогодней кампании уже дан старт. В столице Чувашии начались массовые гуляния. В рамках новогодних рождественских праздников в течение декабря и января в городе пройдет более 500 конкурсов, акций, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 22 декабря на Красной площади состоялся городской праздник, в котором приняло участие более тысячи человек. Программа была рассчитана на все категории горожан, состоялся детский праздник, молодежный шоу-проект «Танцы на льду», была открыта резиденция Деда Мороза, был организован фейерверк. Во всех учреждениях культуры с 20 декабря начинаются новогодние утренники, концертные программы для старшего поколения, театрализованные постановки и вечерние дискотеки. Как известно, каждый праздник – это чья-то работа. Организацией новогоднего отдыха для детей и подростков занята вся отрасль образования – Министерство культуры, Минздрав, соцразвитие. Помимо традиционных елок, в дни каникул будут проходить концерты, спектакли, масса спортивных мероприятий. Глава Чувашия напомнил, дети должны больше времени проводить на свежем воздухе, благо погоду обещают подходящую. Оставшиеся морозные дни надо использовать для подготовки катков там, где это еще не сделано. Михаил Игнатьев также попросил держать под контролем цены на прокат спортивного инвентаря. Большая нагрузка в эти дни ложится на МЧС. Все службы уже переведены на усиленный режим работы. Несмотря на то, что имеется снижение количества пожаров на 35% к уровню предыдущего года праздничных мероприятий, среднесуточное количество пожаров за последние пять лет именно в этот период возрастает в полтора раза. Связь работает устойчиво. ЕДДС в ежедневном режиме два раза в сутки идет проверка. И все 26 муниципальных образований, диспетчерские службы, они соответствуют сегодняшним требованиям. Руководители всех структур и учреждений еще раз просветили на предмет того, как и что необходимо делать, чтобы не возникало нештатных ситуаций. Муниципалитеты предпринимают собственные меры, чтобы предотвратить возможный ущерб от увлечения граждан пиротехникой. Организовано более 20 мест торговли. Эта информация прошла в средствах массовой информации. И мы, как я уже отметил, утвердили 70 мест для проведения фейерверков. Эту информацию мы на этой неделе еще опубликуем в средствах массовой информации, дадим ее по радио, в газетах, по телевидению. Глава Чуваши еще раз заострил внимание на обеспечении бесперебойной работы транспорта и своевременной уборке магистралей, как городского, так и междугороднего значения. На смену морозам придут снегопады. Обычное зимнее дело. Технику на федеральных трассах, несмотря на праздники, вы давайте тоже, как бы мы тренинги проводили, тренировки проводили, тягачи, чтобы стояли, пробок не образовывалось. Это влияет на инвестиционную привлекательность. Поэтому еще раз я, хотя вы знаете, еще раз напоминаю, что и по городу Чебоксары транспорт, все должно работать. В Минспорту Чуваши готовится к предстоящему командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Необходимые документы, а главное, план мероприятий разработаны и направлены в соответствующие ведомства для согласования. Среди неотложных дел привести в соответствие с международными требованиями гостиничный фонд Чебоксар и, наконец, достроить Сувар-отель. В реконструкции нуждается и призывной пункт республиканского военкомата в Канаше. В здании 1971 года постройки ни разу капитально не ремонтировалось. В здании находятся кабинеты врачей-специалистов, администрации сборного пункта, пунктов питания, помещения для размещения призывников, общежития, изолятор, медпункт, других помещений, необходимых для обеспечения работы администрации сборного пункта. В здании призывного пункта находятся федеральные собственности, и военком Чувашии направил в течение последних лет более 30 обращений в различные структуры. Но Минобороны было явно не до того. Сейчас это особенно хорошо понятно. Военком надеется, что со сменой руководства ведомства вопросы тыла будут решаться положительно. Глава Чувашии предложил для усиления экономического эффекта включить капитальный ремонт призывного пункта в перечень мероприятий к столетию Чувашской автономии. Для этого надо собрать все необходимые документы и направить их в федеральный оргкомитет. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Надежда Яковлева, Республика. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин провел рабочую встречу с генеральным директором ЗАО «Комплексные энергетические системы» Борисом Ван Зихером. Стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего развития теплоэнергетического комплекса в республике. Борис Ван Зихер сообщил, что на территории Чувашии УАО «ТГК-5» реализует два крупных инвестиционных проекта. Первый – установка на новочебоксарской ТЭЦ-3 дополнительного турбоагрегата, который позволит вывести из эксплуатации устаревшее оборудование. Вторым проектом является объединение контуров чебоксарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На встрече было отмечено, что реализация подобных проектов имеет большое значение. Отметим, что такого большого объема работ на ТЭЦ в республике не производилось с момента их ввода в эксплуатацию. Третий месяц промышленность Чувашии в падении, но небольшом. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики республики Владимир Аврелькин. Важнейший индекс, индекс промышленного производства, сейчас показывает 108,7%. Прогнозная цифра до конца года – до 109%. Экономика Чувашии завязана на электротехнике и транспортных средствах. Эти виды экономической деятельности дают основную долю доходов в структуре валового оригинального продукта и промышленности. Поэтому интересно посмотреть, какая там складывается ситуация. Нападения повлияли в шаги стратегических партнеров – энергетиков МРСК и ФСК, федеральной сетевой компании, а также Росгидро, Роснефть и Газпрома. В преддверии кризиса, идущего из Европы, они заморозили свои инвестиционные программы. Вместе с тем сказалось также объединение холдинга МРСК и ФСК, на время которого также пришлось позабыть об инвестиционных проектах. Роснефть, в свою очередь, направила средства на покупку нефтеперерабатывающей компании British Petroleum. Таким образом, медленнее стал реализовывать инвестпланы. Что касается транспортных средств, то на положение дела здесь существенно влияет промтрактор-вагон. Вплоть до сентября предприятие развивалось гигантскими темпами, наращивало объемы. Они вдвое-втрое превысили прошлогодний результат. А вот с сентября-октября промтрактор-вагон притормозил. Эксперты связывают снижение с возможной программой утилизации вагонов. Подобное было по автомобилям и комбайнам. Грузооператоры, перевозчики грузов сейчас в ожидании и не спешат с покупкой вагонов. А политика сводится к тому, чтобы увеличивать эксплуатацию подвижного состава. Вместе с тем, на 2013 год у республики сформирован портфель заказов. Вплоть до весны предприятия будут полностью загружены, полагают Минеки. Относительно влияния кризиса на ситуацию прогнозы следующие. Кризисные явления в той степени, которые ощущаются в Европе. То есть там, если 30% населения уже являются безработными, то у нас здесь не прогнозируется пока в ближайшее время. Почему? Потому что организация республики, 2008 год, организация республики научила, как выживать, что необходимо сделать. В первую очередь, для того, чтобы не высвободиться, сохранить свои объемы. Поэтому наработан этот опыт. Он помогает им сегодня. Инвестиционный климат – основа российской экономики. В эту среду необходимо вовлекать как можно больше участников. Новые бизнес-проекты – залог благосостояния жителей. На них необходимо сделать ставку. Об этом шла речь на совещании под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича. Оно прошло в Татарстане. В Казанскую ратушу съехались представители федеральных министерств, депутаты Госдумы, руководители регионов. Приехал туда и глава Чувашии Михаил Игнатьев. О проблемах инвестиционной сферы и достижениях приволжских субъектов – репортаж моих коллег. Сделать все для создания благоприятной инвестиционной среды. Регионы ПФО должны стать привлекательнее для бизнеса. Поддержка предпринимателей для властей на местах – это задача номер один. Все приволжские субъекты разрабатывают свои подходы. Открываются многофункциональные центры, бизнес-инкубаторы. Создаются инвестиционные советы, субсидируются затраты на развитие дела. Отдача такой работы есть, и лучше всего об этом говорят цифры. В округе Валовый региональный продукт составил 7,5 трлн рублей. По прогнозам к 2015 году он превысит отметку в 10 трлн. Одним из основных показателей, характеризующих инвестиционный климат, является объемом привлеченных иностранных инвестиций. 2015 году прогнозируется на уровне 13 миллиардов долларов США. Малому и среднему бизнесу в округе дают зеленый свет. В этом году только в регионах ПФО на их поддержку направлено более 6 миллиардов рублей. Но работать есть еще над чем. С пути инвесторов должны исчезнуть барьеры, административный прессинг, ограниченный кадровый потенциал, несовершенное налоговое законодательство, отсутствие производственных площадей. Проблемы есть, и решать их нужно комплексно. В регионах необходимо открывать инвестиционные фонды. Именно они будут отвечать за создание площадок, оборудованных коммуникациями. Для решения настоящих перед нами задач необходимо совершенствование федерального законодательства и инвестиционной сферы. К примеру, принятие закона о государственной частной партнерстве на федеральном уровне позволит сформировать общие правила реализации проектов и привлечь иностранных инвесторов, которые сдерживают риски, связанные с обязательствами партнеров и все государства. В Чувашии сейчас реализуются более 300 проектов. От них поступило около 40 миллиардов рублей. Рост инвестиций в основной капитал намечен во всех регионах. Тенденция будет продолжена. Главное, чтобы с формирования благоприятного инвестиционного климата отвечали и сами главы субъектов. Формирование инвестиционного климата, по сути дела, это формирование доверия бизнеса, инвестора к органам региональной власти, прежде всего, которые могут способствовать в развитии и реализации любого инвестиционного проекта. И когда опыт Татарстана показывает, опыт Ульяновской области, Самарской области, Пермского края, Пензенской области, Чувашии, когда глава региона лично этим вопросом занимается, когда мотивированы его должностные лица, его чиновники, которые отвечают за эту сферу деятельности, все получается и совершенно другие результаты развития и улучшения инвестиционного климата. Потенциал для привлечения инвестиций у регионов ПФО неплохой. Направлений множество, но прежде всего это туристическая сфера. Необычные по своей красоте места в Поволжье есть, и они могут заявить о себе на весь мир. У нас каждый регион имеет свой туристический потенциал, свои такие изюминки, если хотите, которые являются, так сказать, фактором роста не только для региона, а вообще-то сами могли бы привлекать и туристов с других регионов, с других стран. Необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу. Пакет предложений был сформирован по итогам совета. Опыт регионов при Волжье по формированию благоприятного инвестиционного климата можно тиражировать везде. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. На днях сводный отряд полиции Чуваши благополучно вернулся из служебной командировки. 68 сотрудников органов внутренних дел в течение полугода внесли службу в станице Червленное Шелковского района Чеченской республики. Прибывающих после долгой и опасной поездки встречали родные, близкие, коллеги, друзья, просто добрые знакомые. Пришли жены и дети полицейских, их отцы и матери. Это были все, кто долгих полгода волновался и ждал их возвращения. Но прежде, до объятий и приветствий, прошло традиционное построение сотрудников. Полицейские из Чуваши обеспечивали пропускной режим на посту возле реки Терек. Оказывали помощь своим коллегам в поддержании общественного порядка и безопасности в станице. За это время они задержали 69 транспортных средств, 10 из которых находились в федеральном розыске. Кроме того, чувашские полицейские участвовали в спецоперации «Кавказ-2012». Теперь сотрудников УВД ждет заслуженный реабилитационный отпуск, а после они вернутся к исполнению своих обязанностей. В Чебоксарах маршрутка врезалась в припаркованный МАЗ. Авария произошла утром в субботу 22 декабря на проспекте 9-й Пятилетки. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Форд», следовавший по маршруту номер 35, не справился с рулевым управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. Три пассажира с различными травмами доставлены в БСМП. Праздник для 250 ребят прошел в Русском драматическом театре. С наступающим Новым годом детей поздравила первая леди республики Лариса Игнатьева. На елку были приглашены ребята со всей республики. Их ждали красочное представление с участием сказочных персонажей, конкурсы, викторины и веселые игры с массой призов и сюрпризов, а также концертная программа. Все дети, приглашенные на елку, получили от супруги главы республики и членов республиканского женсовета подарки. Лариса Юрьевна пожелала детям и родителям исполнение всех желаний, веры и чудес в Новом году. В подарок от гостей праздника ребята получили развивающие игры. После сказочного представления с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Егой и другими героями ребята посмотрели спектакль «Красная шапочка». Галина Титарчук, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика. Красная площадь Чебоксар на несколько часов превратилась в сказочный бульвар. Чудеса здесь поджидали горожан на каждом шагу. Уроки от мастеров фигурного катания, необычное шоу от повелителей огня и долгожданная встреча с самым настоящим Дедом Морозом. Новогодний праздник чебоксарцы отметили с большим размахом. В этом убедились и наши корреспонденты. Двадцатиградусные морозы не испугали горожан. Главных героев этого вечера на Красной площади встретили несколько сотен человек. Один взмах волшебного посоха и вечернее небо на Чувашской столице озаряют фейерверки. Яркую палитру новогоднего торжества дополняли громкие овации гостей. У самой нарядной елки столицы взрослые дети встали в один большой хоровод. Песня, конечно же, новогодняя. Слова и мотивы знакомы всем с детства. Не подпевать им просто невозможно. На Красной площади в этот день работало более десяти творческих площадок. На одной из них лучшие фигуристы города учили горожан танцевать прямо на льду в вальсы танго. По-настоящему жаркое шоу устроили для гостей мастера огненной стихии. Горящие факелы – фишка виртуозных трюков. За этими номерами чебоксарцы наблюдали с неподдельным удивлением. Сказочный бульвар был полон чудес. В этот вечер распахнула свои двери резиденция Деда Мороза. Главный волшебник встретил первых маленьких гостей. Мешок с подарками для детей пустил на глазах. По традиции доставались они только тем, кто прочитает стих или споет песню. Из лесу елочку взяли мы довольны. Молодец, следующий. Резиденция в этом году стала просторнее. За раз она может принять более 30 человек. Каждый здесь может загадать свое заветное желание. Оно исполнится, обещают здесь. Достаточно только сесть на волшебный сундук. Андрей Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В этот же сказочный день на Красной площади подвели итоги конкурса «Волшебная елка». За месяц его участники буквально завалили нашу редакцию оригинальными поделками. Было прислано огромное количество работ. Выбрать лучших было непросто. Каждая игрушка достойна похвалы. Главную елку украсили снеговики, символы будущего года, змеи, гирлянды, фигурки ангелов. Все это было сделано руками детей. Фантазии участникам не занимать. На суд членов жюри присылали подделки из бисера, ткани, пластиковых бутылок и даже макарон. Я связала елочку, крючком связала елку и сделала медикюшку. Я увлекаюсь в санях и там участвовала в 5 мастерологии. В итоге выбрали более 30 победителей. Подарки им вручали в самых разных номинациях. К примеру, самыми активными участниками стали воспитанники детского сада номер 24. Лучших награждали генеральный спонсор «Ядрин молоко» и партнеры акции. Компания «Ваши окна», магазин сантехники «Ванна в доме», стоматологическая клиника «Лидер Дент», салон-магазин «Барыня», медицинский центр «Берегиня». Кроме приятных сюрпризов, все дети получили приглашение на новогоднюю елку во дворец детского и юношеского творчества. Все имена победителей и полную версию праздника можно будет увидеть на нашем канале. 29 декабря в 19.00. Благотворительность во все времена была делом непростым и требовала от людей особых нравственных качеств. В наше время мало что изменилось. Помочь нуждающимся по-прежнему готовы немногие. Но те, кто решает связать свою жизнь с добрым делом, уже не может жить иначе. Венера Нестерова – воспитанница канарского детского дома. Она никак не ожидала стать героиней вечера на очередной новогодней благотворительной акции. Акция проводится не первый год торговым центром «Дом МОД». Сотовый телефон она получила благодаря своей активности и целеустремленности. Мне очень понравилось. И спасибо большое Юрию Николаевичу, что он именно выбрал меня, что я в этом новогоднем сегодня празднике стала самой активной. Мне очень приятно. В далеком 96-м году учредитель «Дома МОД» Вячеслав Ильин решил заняться благотворительной деятельностью. Это дело продолжил его брат Юрий Ильин. В 17 лет в «Доме МОД» происходит сбор денежных средств, а далее специальная комиссия подсчитывает собранные деньги и передает их канарскому детскому дому. В этом году удалось собрать рекордную сумму – почти 90 тысяч рублей. Открыли денежный ящик, куда в течение года бросали денежки наши гости, наши покупатели, все те, кому не безразлична судьба бездоленных детей из канарского детского дома. И с их помощью мы собрали, надеюсь, сегодня солидную сумму, которую они потратят на свои нужды. Дети очень хотят выезжать на экскурсии в ближайшие города, а также для девочек в этом году мы хотели бы купить конки. Коток у нас есть, а коньков не хватает. А также ребята хотят купить пластиковые лыжи. Но сбор средств – это только часть благотворительной деятельности. Руководство «Дома МОД» всегда внимательно к детям. Несколько раз в год они приезжают с хорошими и нужными подарками, выделяют дополнительные средства для поддержки детей. И каждый год приглашают их на новогодние елки. Как отметил Юрий Ильин, добро невозможно раздать. Оно всегда возвращается обратно. И самой почетной наградой для него являются врученные ему от детского дома грамоты и благодарность от детей. Хочется сказать, конечно, еще раз большое спасибо всем горожанам, всем нашим клиентам и покупателям за ту помощь, которую они оказали этим детям. Спасибо! Спасибо! Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я, Галина Титарчук, прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова